И снова приветствую вас друзья на канале свободный путешественник. Здравия всем, бодрости тела вам и ясности разума. Они выходят из своих огромных квартир и домов в так называемых элитных районах, бальяжно кивают консьержам или охранникам, изображающим из себя восторженных дебилов за зарплату в 200 долларов. Они выскакивают из подъезда на улицу, садятся в свои крутые авто, отъезжают в 100 метров и едут по грязным разваленным дорогам, наблюдая в окно серый пейзаж изгорбленных мокрых рабов. Они жрут в дорогих ресторанах, где на кухнях, как это ни странно, нередко задолбавшиеся повара вполне мирно соседствуют с крысами. С видом королей жизни они созерцают вокруг, полагая, что это и есть жизнь. Их жизнь – это быть королями на помойке. Их жизнь – это жрать от пуза блюда стоимостью среднюю зарплату работяги из не очень свежего мяса, плямкать, ковырять во вставных зубилах, отделяемыми стеклом от тупо бредущих по разбитой брусчатке пенсионеров, побирающихся на мусорниках. О да, это жизнь, это мечта, мечта любого раба, дорвавшегося до корыта, ибо нет ничего страшнее, чем раб, получивший власть над рабами. Когда-то я думал, что там есть какие-то принципы или идеи, но там даже у крайне правых, так же, как и у крайне левых, одна идея – идея обогащения. Там один бог даже у верующих, бог валюты, там одни мечты и одни устремления. Им не нужно исправлять помойку, они вполне комфортно чувствуют себя на этой помойке королями той жизни, в которой живут. Я бы не взял их работать даже на самую простую и неответственную должность, ибо будут красть, сколько ты им не дай зарплаты, а их допустили к бюджету. И они, как свиньи, над корытом хрюкают, толкаются, визжат, топчутся друг у друга на головах, визжа справедливости и законе. Я много думал над проклятием своей земли, я не знаю причины его. Возможно, кровь, войны, миллионы трупов, доносы, репрессии, расстрелы. Но инструмент проклятия мне понятен четко – это власть. Потому что любой, кто в нее приходит, очень быстро становится уродом и начинает наслаждаться собой королем жизни, несмотря на катастрофическую уродливую помойку вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok